МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охотники за пушнины. Северо-западные территории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние дни сезона охоты. Снимаю свои последние капканы. Я занят этим уже три дня. Три дня достаточно, чтобы все убрать. Несколько еще остается вблизи от домика, но их уже меньше. Приятно, что сезон лова заканчивается. Сниму все капканы. И до следующего года о них можно не беспокоиться. Заберу с собой все селки на рысь. Всю следующую осень буду их подкрашивать. В конце сезона чувство очень приятное. Я ловил пушнину каждый день. Все три с половиной месяца. Каждый день проверял капканы, проверял селки, подкладывал приманку. Теперь о капканах можно не беспокоиться. До следующей зимы, конечно. Так что все хорошо. Сниму капканы, приведу все в порядок. И впервые за три месяца у меня будет выходной. Можно будет отдохнуть. Ну вот, последний капкан. Это последний капкан. Убираю капканы конибер до следующего сезона. Советую не запирать их. Пружины ослабляются. При ловле куницы этой зимой я допустил ошибку. Хотел применить нововведение. Просверлил в ящике отверстия. Думал, что так будет легче привязать его к дереву, чем к столбику. Думал, так будет легче и проще. И куница все равно найдет приманку. Но надо было, чтобы ящик был здесь. Вместо того, чтобы привязывать его на дерево с этой стороны, надо было за отверстие привязать его вот так, чтобы приманка была на прямой линии взгляда куницы. Я этого не знал. Теперь в следующую зиму буду знать. Каждый год узнаешь что-то новое. приманка для мелкой живности. Подкормим ласок. Тех, которые остались вот так. Сегодня я напилю дров. Возле дома в поленнице их уже мало. Надо начинать заготавливать снова. Снег скоро будет таять. Напилю их побольше. И на снегоходе отвезу к дому, пока снег не растаял и не появилась грязь. Весна идет. Думаю, кое-что свалить возле дома. Здесь свалю несколько мертвых деревьев. Сложу их, пусть лежат. Остальные пусть стоят, они пойдут на следующую зиму. Пусть сохнут все лето. Тут было одно хорошее дерево. Я его высматриваю. А вот оно. Этой зимой дрова горели быстро. Месяц температура была минус 40. Я думал, дров на зиму хватит, но ошибся. Расчищу снег, потому что пилить буду низко. Не хочу, чтобы снег попал в цепную пилу. Не дай бог сломается. Цепная пила – мое спасение. Без нее пришлось бы пилить вручную. А в этом нет ничего хорошего. Абсолютно ничего. Цепная пила – очень полезный инструмент. Как на путике, так и в доме. Сейчас свалю это большое дерево, потом вот это, затем распилю их на чербаки и повезу дрова к дому. Абсолютно ничего Heres. Абсолютно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДойTorzok They newest DimaTorzok DimaTorzok Такого серебристого цвета. Некоторые намного светлее. Чем холоднее, тем их мех, конечно, становится гуще. Вот это еще одна бурая шкура. Тоже, наверное, декабрьская рысь. Мех очень красивый, но ловить таких надо в холодную погоду. Вот этот мех на брюхе рыси самый ценный. Можно рукой ощутить, какой он густой. Лапы сложены и подняты. Можно провести рукой по меху, ощутить его. Эта шкура снята мехом наружу. Лапы так делают, чтобы покупатели на аукционе могли рассмотреть прекрасную длинную шерсть на брюхе. Видите, какая здесь длинная шерсть? В этом месте она самая длинная. На спине не такая длинная. Мех прекрасный, но ценится больше всего длинная шерсть. Все шкурки надо красиво причесать. При сортировке, после получения, каждую шкурку измеряют. Измеряют от кончика носа до основания хвоста. И сортируют на очень большие, большие и маленькие шкурки. Сейчас возьму книжку, это справочник, как обращаться со шкурами, и мерную ленту. У меня эта книга всегда под рукой, потому что всего я не знаю. Я смотрю в нее, и она рассказывает все. О растяжках, размерах, какие очень большие. Немного о том, как хранить шкуры. Что делать с ушами, хрящами, ну и так далее. Шкуры измеряют от кончика носа рыси до основания хвоста. Очень большие, от 99 сантиметров. Большие, от 89 до 99. Средние, от 79 до 89. И маленькие, меньше 79 сантиметров. Измеряем эту шкуру от кончика носа до основания хвоста. Ее длина составляет 107 сантиметров от кончика носа до основания хвоста. На 8 сантиметров больше, чем начальная длина очень большой шкуры. Шкура этого котенка будет, наверное, средней. Да, конечно, средней. Измеряем таким же образом, от кончика носа до основания хвоста. 86 сантиметров. От 79 до 89. Шкуры рыси среднего размера. Теперь вы знаете о размерах и как шкуры сортируют. На торгах каждую шкуру снова измерят. И, конечно, будут фиксировать. Программа «Натуральная пушнина» из долины реки Маккензи. В своем роде единственная в мире. При сдаче шкурок мы получаем часть их стоимости. Меньшую, фиксированную часть. Бобра сдаем по 25 долларов. Рысь по 80. Росомаху по 200 долларов. Волка по 400. Если сдаешь неповрежденные шкуры, получаешь за них аванс. Эта программа очень важная. Мы ставим капканы зимой. Это наш единственный источник дохода. А нам нужно топливо. Без программы «Натуральная пушнина» из долины реки Маккензи было бы трудно всем трапперам. Вместо поездок на снегоходе я бы ходил пешком или на снегоступах. Так, это две росомахи. Я снял их с досок для растяжки. Они были на досках для растяжки 3-4 дня. Поскольку лапы идеально подсохли, шкуры можно снимать. У росомах последними высыхают лапы. На них остаются когти с маленькими костяшками. С лапы шкура снята, конечно, мехом наружу. Лапы высушивать надо тщательно, хотя обеспечить здесь циркуляцию воздуха достаточно трудно. Я люблю ловить росомах больше всего. Занятие-то нелегкое, но и уж животное очень красивое. Если бы на северо-западных территориях разрешали ловить только одно животное, я бы определенно ловил росомах. Мне все в них нравится. Нравятся, какие они сильные, агрессивные, какие они умные. Росомахи на путике стремятся перехитрить меня, воруя приманку из капканов, а я пытаюсь перехитрить их. Я стараюсь перехитрить их хитрости. Это своеобразный вызов. Каждый коготь я обкладываю бумагой, и на каждый насыпаю две чайные ложки буры. Это не надо. Насыпаю много и обрабатываю каждый палец для хорошей сохранности. Эти уже хорошо высохли и стали твердыми. Думаю, без использования буры высушить их было бы очень трудно. Так быстро они бы не высохли. Вот здесь много буры. Никаких узелков нет. Росомахи часто бывают со шрамами, они дерутся между собой. Попадают то со шрамом, со струпом, на заживающие ране. Но на этих шкурах такого нет. Я даже удивлен. Однажды, я не шучу, я поймал росомаху, у которой отгрызли буквально половину морды. Морда такой шрам. Должно быть, она подралась с другой, и шрам шел от низа подбородка наверх, поберег всей морды. А с этой стороны был еще один. Когда все зажило, остался ужасный шрам. Тура самаху я продал гораздо дороже, чем ожидал. И только благодаря тому, что у нее на морде был такой шрам. Тогда все уже, конечно, зажило. Шрам был старый. Но это говорит о том, что эти животные очень свирепы. Я думаю, они с волками дерутся. Но между собой они точно дерутся. Как тут много. Да, хорошо высохло. Привет, Андрю. Как поживаешь, Гарри? Привез тебе пушнину. Замечательно. Давай посмотрим, что там у тебя. Начнем с росомаха куниц. Давай. Хорошая зима была? Хорошая, холодная. В этом году она казалась дольше. Декабрь был суровый, да? Да, год точно был холодный. Так. Пушнины много привезли? Куниц, по-моему, меньше, чем обычно. Да, да. Мне об этом говорили. Инспекторы природоохраны, которым мы сдаем пушнину, хотят, чтобы все шкуры были сохранены как следует. Положим сюда. Это осенние бобры. Понятно. Когда привозишь им шкуры, они их осматривают и быстро сортируют. Они же подскажут, как их правильно обработать и сохранить. Джерри Харделло, инспектор природоохраны. Я сдаю ему шкуры, и несколько лет он учил меня их подготавливать, показывал, как правильно обрабатывать шкуры рыси, как ставить ее уши. У него есть шкуры, которые он обработал сам. Он показывает, что нужно покупателям пушнины. Что именно нужно? У тебя 12 рысей, 5 куниц, 3 росомахи и 2 бобра, да? Конечно, приятно, когда сдаешь много пушнины. Для этого я и хожу в лес. Это моя работа. Это источник моих средств. Много пушнины – это деньги. Это заработок. Рад был тебя видеть. До встречи. Сейчас куплю краску для мастерской, муку, сахар и поеду домой. Еще большой пакет собачьего корма для Чарли. Всякий раз в конце сезона перед сдачей шкур мне нравится брать их в руки и фотографироваться с ними. Получаются красивые фото со мной, моим лучшим другом Чарли и с кипой пушнины. Производство русской версии SDI Media по заказу телекомпании Stream. Мастерство. Интуиция. Страсть. Хладнокровие.